Привет, меня зовут Тимур, это канал HiPro. Сегодня будем делать приложение с отображением погоды. Оно будет брать информацию с сервера openweather.com. Начнем с макета. Погодный сервис, помимо текущей погоды и прогноза, предоставляет также время заката и рассвета. Поэтому будет два вида, которые будут переключаться автоматически. День и ночь. В бесплатной версии доступен прогноз на 5 дней с периодом в 3 часа. Я буду использовать только первые 6 элементов этого прогноза. Верхний уровень его приложения будет работать так. Запрашиваем прогноз для города. Отображаем информацию. Устанавливаем фоновый цвет день или ночь. Один раз в минуту проверяем, не пора ли поменять фоновый цвет. Один раз в 10 минут обновляем информацию о прогнозе. Как обычно, буду использовать такое решение, как Live Server, который позволяет автоматически перезагружать страничку в браузере при любом изменении файлов в нашей папке. А также Live SaaS Compiler, который позволяет автоматически генерировать стили на основе нашего SAS файла. Итак, создаем все необходимые файлы. Это индекс HTML, в котором будет содержаться наша разметка. Папка для файлов. Папка для скриптов. Папка с изображениями иконок. Приступаем к вертке. Добавляем стили. Перед закрывающим тегом body добавляем ссылку на скрипт. Добавляем основной контейнер. И внутренний контейнер. Условно, приложение будет состоять из трех частей. Это информация о городе, прогноз и блок с деталями о текущей погоде. Значит, будет три блока. Это current, прогноз и детали. В этом блоке будет содержаться название города, краткое описание и текущая температура. Для примера добавим тестовую информацию. Блок с прогнозом содержит следующую информацию. Это время конкретного предсказания, иконка и температура. Добавляем один элемент. Добавляем блок для времени. Блок для иконки. Блок для температуры. Скопируем этот блок шесть раз. Следующий блок – это блок с деталями о текущей погоде. Он представляет собой два ряда, в которых есть по две ячейки. Добавляем ряды и добавляем ячейки. У ячейки должно быть ее название и значение. Сделаем копию. И повторим еще один ряд. Добавим тестовую информацию. В браузере сейчас это выглядит вот так. Нужно добавить стили. Сперва добавлю две переменные. Стандартный отступ и размер иконок. Далее нужно сбросить значение отступов по умолчанию. Для всех тегов padding и margin равны нулю. А также цвет всех шрифтов будет белым. Шрифт по умолчанию должен быть работа. Шрифт также должен быть подключен в HTML файле. Также как и в прошлом видео про ночную тему мы будем использовать атрибуты data theme для маркировки, что у нас сейчас день или ночь. По умолчанию для блока weather фоновый цвет будет у нас в виде градиента переходящий от двух оттенков синего. Для ночной темы цвета будут немножко другие. Пока что выходит вот так. Для класса weatherinner мы сделаем ограничение по максимальной ширине и отцентрируем его. И сделаем небольшие отступы внутрь. Блок с текущей информацией должен быть по центру. Делаем небольшой отступ снизу и меняем шрифты для основных блоков. Блок отцентрировался. Иконки я подготовил заранее. Теперь добавим для них стили. Все иконки имеют одинаковый размер, который мы задавали в переменной icon-size. Добавим для теста информацию в наш прогноз. Для этого добавим для класса forecast icon второй класс, который будет иметь название класса иконки. первый элемент прогноза будет иметь название сейчас и далее каждые 3 часа. Блок с прогнозом должен быть в одну строку, поэтому добавляем ему display flex а также создадим равномерное распределение контента. Нужно добавить отображение иконки. Для этого создадим ей размеры ширину и высоту. Внутри каждой строки с прогнозом необходимо отцентрировать информацию и добавить небольшие отступы от времени и от иконки. Для температуры немножко увеличим shift и добавим отступы для всего блока. В предыдущем блоке мы использовали отступ margin-bottom равный двум паддингам. Будем использовать здесь такой же. В блоке с текущей информацией у нас будет два ряда. В каждом ряду будет по две ячейки. Как обычно это будет display flex и равномерное распределение контента. И нужно будет добавить небольшие отступы. Чтобы ячейки занимали одинаковое пространство нужно будет сделать им flex равный одному. Добавим небольшие отступы от названия колонки. и немного увеличим шрифт для значения. Сделаем так, чтобы этот градиент заполнялся на всю страничку независимо от размера браузера. Сделаем 100% ширины и ограничим минимальную высоту. В этом ролике была сделана верстка страницы. В следующем будет отображаться реальная информация взятая с сервера. А пока подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк. увидимся в следующем видео.